МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Херсоне в результате обстрелов за сутки погибли не менее семи человек. Может ли Россия исчерпать свой запас крылатых ракет, которыми она уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины? Группа депутатов Европейского парламента призывает включить так называемую ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Также сегодня. У тебя неприятность, или я не знаю, у кого неприятность, раз ты разорвал контракт со своим клубом. Так что не расстраивайся, дорогой. Мы тебя приглашаем к себе. Соблазнительное предложение для звезды. Луганские бабушки зовут футболиста Криштиану Роналду играть в так называемый ЛНР. За последние сутки особенно ожесточенным обстрелом со стороны России подвергался недавно освобожденный украинскими войсками город Херсон. Там погибли не менее семи человек. Украинские энергетики пытаются восстановить разрушенную при ракетных ударах инфраструктуру. Руководство Энергоатома Украины сообщило, что проводит перезапуск Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанций, чтобы как можно быстрее возобновить генерацию электроэнергии. Ситуация остается очень тяжелой. С очередным обращением к киевлянам выступил мэр города Виталий Кличко. Вот что он в частности сказал. И что мы делаем в данном случае, и каким образом мы должны предоставить помощь и сервисы каждому жителю города. И мой ключевой месседж для каждого киевлянина, для каждого находящегося в городе. Мы делаем все для того, чтобы ни один человек не был без внимания, без сервисов. И в данном случае наша команда делает все для того, чтобы не оставить без внимания. И забота каждый должен понимать, что сам с проблемами мы его не оставим. Это был мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас в украинской столице электричество подается 3-4 часа в день. После того, как в Польше неподалеку от украинской границы в результате попадания ракеты погибли два человека, Германия предложила передать Польше, находящейся на ее вооружении, системы противоракетной обороны «Патриот». Польша, в свою очередь, предложила передать эти системы Украине. Однако Берлин в Варшаве в этом отказал, сославшись на то, что система «Патриот» является элементом общей системы противовоздушной обороны стран Североатлантического Союза. Наблюдатели давно обратили внимание, что российские ракетные удары по гражданским объектам в Украине всегда носят массированный характер, при этом наносятся они с довольно значительными интервалами. Можно ли надеяться, что Россия вообще исчерпает свои ракетные ресурсы и не сможет больше в ближайшем будущем эффективно атаковать энергоструктуру Украины? Об этом рассуждает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Я бы не сказал, что возрастает количество ракет, ведь вспомним, например, 10 октября. Это был обстрел 84 ракетами. После больше было только более 90 единиц. Последние около 70, 67, 70, в зависимости от того, учитывать при этом дроны и камикадзе или нет. То есть фактически сейчас мы видим следующую ситуацию. Первый налет, первый 10 октября, именно я сейчас считаю первый налет на гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, он из себя представлял номенклатуру, достаточно разнообразную, количество ракет и унификации, ну, как таковая была совершенно разных типов. Последующие более унификованные, то есть в основном это авиационные ракеты типа К-101. Мы можем из этого сделать вывод, что российские оккупанты на сегодняшний день именно видят в этих ракетах перспективу наиболее эффективного прорыва ПВО. Но для прорыва ПВО необходимо соответствующее количество ракетного вооружения, чтобы именно как отвлекать зенитно-ракетные комплексы, так и непосредственно их разряжать. То есть это комбинированно, необходимо выполнять вот такие вот действия. Поэтому и накапливается большое количество ракетного вооружения, именно того типа, который имеет наибольшую на сегодняшний день эффективность прорыва, как в первом случае, так и во втором случае. Ну и на это нужны соответствующие сроки. Я так понимаю, что в ближайшее время все усилия России будут направлены на то, чтобы заниматься восстановлением ракет Х-101 и Х-55, находящимся на складах, в центрах сбережения, даже те, которые по нормативам не пригодны к использованию, поскольку не все эти ракеты находились в удовлетворительном состоянии на хранении, но и, конечно же, будут прилагать усилия на производство, получая соответствующие конфликтующие иностранного производства. А почему я именно на этом тоже делаю акцент? Потому что сейчас Россия в основном получает контрабанды, большое количество полупроводников, микросхем, микрочипов через Таджикистан, через Иран, кстати, тоже, поставщиком контрабанды, в которой является Китай. И именно эти компоненты, они являются составными частями ракет Х-101, прошедших уже модернизацию в современной России в 2000-х годах. И до тех пор, пока они не смогут получить какую-либо компенсацию от этого ракетного вооружения, например, баллистических ракет из Ирана, как вариант, мы можем предположить, они будут делать ставку именно на авиационное базирование ракетного вооружения. Все зависит от тактики их применения. Даже если вы используете, например, 20 ракет на одном направлении, вы имеете шанс прорвать именно на этом направлении противовоздушную оборону. Но в том-то и дело, что российских оккупантов интересует не одно направление, а сразу нескольких. Поэтому они увеличивают количество запускаемых ракет. Их может быть от 50 и более. Для того, чтобы иметь более-менее успешный прорыв. То есть одно дело, когда прорывают воздушное пространство 50 ракет, а совсем другое, когда только одна, две, три. Следовательно, чем больше количество ракетного вооружения, тем больше вероятность прорыва самих ракет и поражения цели. Среднестатистически они могут себе позволить каждые две недели налет и обстрел. То есть среднестатистически это значит не ровно две недели, а две недели плюс, минус, два, три, четыре, пять дней. Это средний показатель. Точно так же, как и с ракетами. Минимум 50 — это тот минимум, который позволяет этот прорыв осуществлять. Но помимо этих ракет, они могут использовать и крылатые ракеты «Калибр». Они могут их подкреплять дронами, которые будут отвлекать ПВО. И так далее, и так далее. То есть количество единиц наносящих урон может быть значительно больше. И не забываем еще очень важный фактор. Помимо ракет Х-101 и крылатых ракет «Калибр», которые Россия все-таки может воспроизводить благодаря контрабандным поставкам тех или иных элементов, у них еще налажено производство ракет Х-59 и ракет 9М723, 9М728 «Искандер». Значительно медленное, значительно более проблематичное, но это производство присутствует. Поэтому смешивать эту номенклатуру они смогут и в будущем, растягивая, возможно, даже сроки между ударами. Но как таковые удары абсолютно в ноль у них не уйдут. Мы не знаем в действительности, получит ли, какое количество Россия иранских баллистических ракет. Если она получит, то это, следовательно, будет энное количество ракет для последующих еще ударов, помимо того ракетного потенциала, который у нее есть на сегодняшний день. Относительно такого подсчета, да, на 3-4 удара вполне возможно, если будет использоваться именно номенклатура Х-101. Но, опять-таки, Х-101 они могут производить, да, очень медленно. Если есть все комплектующие, они могут производить примерно 2-3 ракеты в неделю. Именно типа Х-101 и крылатая ракета «Калибр». Это было мнение военно-политического обозревателя группы информационное сопротивление Александра Коваленко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня опроверг предположение, что во время предстоящего послания Владимира Путина Федеральному Собранию России Путин объявит о всеобщей мобилизации страны. Напомню, что ранее Кремль и Путин лично отрицали возможность даже частичной мобилизации, но она все-таки состоялась. Сегодня Путин встречался с матерями военнослужащих, воюющих в Украине. Эта встреча была анонсирована несколько дней назад. Правда, еще с утра сегодня Песков дал понять, что подробного освещения встречи в прессе не будет. Вот что он в частности сказал. Точно будет опубликовано какое-то первое обращение президента. Нельзя сказать речи или выступление. Конечно, на такой встрече не может быть выступление. Но какие первые слова президента мы опубликуем. А потом, вы знаете, все будет зависеть от разговора. захотят ли матери этого или не захотят. И потом мы примем решение. Пока каких-то решений насчет регулярности встреч не принималось. Пока это разовая встреча. Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ну а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с матерями и женами российских военных погибших в Украине. Не знаю, готовил ли Кобзев заранее свое выступление, но он сказал, что погибшие солдаты принадлежат государству. Вот этот фрагмент его выступления. Испокон веков женщины всегда воспитывали своих сыновей в духе патриотизма, в духе защиты своей родины, своей территории, там, где они проживали. И цель каждого, наверное, из вас и для меня лично, когда остановился или поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу. Ты сегодня принадлежишь уже не мне, не семье, ты принадлежишь государство, родине. Я с уважением, с большим вниманием 18-летнего мальчика передаю на службу вооруженной силы, ты становишься государственным человеком. Вот эти мысли, она с 18 лет меня все время сопровождает. Это был фрагмент выступления губернатора Иркутской области Игоря Кобзева перед матерями и женами российских военных, которые погибли во время войны в Украине. Вслед за решением европейского парламента признать нынешний российский режим спонсором терроризма, большая группа европейских депутатов призвала включить в список террористических организаций так называемую ЧВК Вагнера, которую создал и возглавляет Евгений Пригожин, его еще называют повар Путина. Пригожин в ответ заявил, что цитата распускает Европарламент, а в сети недавно появилось видео, на котором один человек передает другому в футляре от скрипки, отмечу, вагнеровцев часто называют музыкантами, испачканную кровью кувалду с надписью ЧВК Вагнера. Это явный намек на недавнее убийство завербованного в ЧВК Вагнера бывшего заключенного, который, попав в плен в Украине, критиковал войну, а потом вернулся в Россию, был забит кувалдой, предположительно вагнеровцами. Убийство было заснято на видео. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичус отмечает, что такой ответ Пригожина лишний раз подчеркивает криминальный характер деятельности ЧВК Вагнера, которую, собственно, Пригожин теперь и не скрывает. Думаю, что мы должны воспринять это как поздравление из Кремля. То есть, они услышали нас, наше политическое решение, и они отвечают на языке, я бы сказал бы, криминалов, на языке так называемых блатных. А это ничего нового для нас. Они думали, что они сделают это как-то очень оригинально, но я думаю, что они просто превзошли себя и сделали огромную ошибку. Наше политическое решение это было по признанию России как страны, способствующей терроризму и использующей методы терроризма. А мы говорим о том, что Россия является государством, способствующим терроризму, скажем. Она имеет такие институции, как Вагнер, как другие. Она занимается терроризмом и в Сирии, в других государствах, в третьих государствах, ну и, конечно, использует все методы терроризма, которые только подходят ей. Группа Вагнера, она уже давно, кстати, использует методы терроризма и в Африке больше 20 государствах она проводит свою деятельность, создают определенные проблемы и проблемы тем странам и Западу, в принципе. И я думаю, что с Вагнером надо разбираться очень и очень конкретно. Но это значит, что полное преследование этих лиц и в правовом смысле, и в финансовом смысле и так далее, отключение их от разных каналов финансирования, помощи и так далее. И кто-либо, кто имеет связи с этой организацией, а таких лиц очень много, они в политическом смысле поддерживают и финансово, огромные проблемы ожидают. Так что, как говорится, доброе утро. Это люди, которые себе позволяют все, они думают, что вот непосредственно через какие-то подставки они могут запугивать, передавать какие-то вести и так далее. Ну, это, что тут говорить, 30-е годы в СССР, они должны знать, как мы это понимаем. Мы просто с улыбкой принимаем все это, понимая, что это серьезно, да, они это делают, наверное, с позволения самых высоких чинов Российской Федерации. Но, я бы сказал бы так, вот суд в этом и разберется. Когда в ГАГе они встретятся на определенной скамейке, тогда они все смогут сказать. Говорил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичус. Правозащитный проект поддержка политзеков «Мемориал» признал петербургского политолога и члена политического совета движения «Солидарность» Евгения Бестужева политическим заключенным. В конце октября в отношении Бестужева было возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках про российскую армию из-за его постов в социальной сети ВКонтакте о войне в Украине. Бестужев был задержан 25 октября в своей съемной квартире в Петербурге. Там был проведен обыск и был изъят его компьютер. Суд заключил Бестужева под стражу до 15 декабря. Команда проекта поддержка политзеков «Мемориал» считает, что преследование Бестужева обусловлено исключительно его антивоенной позицией. Вот что в частности говорил Евгений Бестужев об ответственности российского народа перед Украиной, сделавшей европейский выбор. В чем разница между ордынской системой и системой европейской, пользу которой сделала выбор Украина? Дело в том, что ордынская система, здесь собственность превалирует над властью. Здесь властвует не закон, а воля хана. Что делать с этим? Ненавижу Владимира Ильича Ленина и коммунистов, ненавижу советскую власть, но этот большевистский упорь сказал одну хорошую вещь. Общественное бытие определяет общественное сознание. И мы должны дать этому народу новое бытие. Во-первых, этот народ должен понести наказание за свой политический выбор, за свою покорность преступной фашистской власти, за Крым наш, за агрессию в Украине и за поддержку путинской политики, ответить своим благосостоянием. Но должно произойти что-то такое, что людям должно быть стыдно, что они часть этого государства, то, что они имеют российское гражданство. Как мне было стыдно после вот этих событий аннексии Крыма оказаться в Эстонии, куда я езжу постоянно. Я не мог признаться, что я русский. Я никогда не говорил по-русски. Вот русским стало быть стыдно. Стыдно в Европе, стыдно сегодня быть в Литве. Потому что быть частью этого народа, то, что я гражданин России, значит, я имею какое-то отношение к поддержке путинского режима, хотя бы даже тем, что я плачу налоги этому государству. Что делать с Путиным? Это должен решить суд. Каждый должен отвечать за свои преступления. Но что сделать с нашим народом, это просвещение. Люди лишены возможности получать правду, лишены возможности получать правдивую информацию. Сейчас нужно каким-то образом эту информацию до них доносить. Пучва для этого будет постепенно подготавливаться. Дело в том, что уровень жизни народа будет падать, он будет думать о том, кто виноват, что им становится плохо, что они живут хуже с каждым днем. И они должны понимать, что они живут хуже с каждым днем из-за того, что их страна захвачена террористами. К современной России нужно мировому сообществу относиться как к стране, захваченной террористами, а к народу как к заложникам. И народ это должен понимать. Это были слова признанного политическим заключенным, политолога, члена Политсовета движения Солидарности Евгения Бестужева, и, что очень важно, эти слова Евгений Бестужев произнес еще шесть лет назад. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 ноября. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Широградский». Вернусь к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы» саммиту организации договора о коллективной безопасности, который прошел в столице Армении Еревани. Громче всех на саммите выступал белорусский лидер Александр Лукашенко, которому теперь перешло место председателя ОДКБ. Лукашенко был единственным на саммите, кто публично упомянул о войне в Украине, заявив, что, цитата, «если Украина не остановится, то будет уничтожена не только украинская государственность, но и сама Украина». Лукашенко обвинял некие внешние силы в том, что они пытаются столкнуть лбами государства ними, подобные тем, что происходит на границе Узбекистана и Таджикистана. И вот, что еще сказал Александр Лукашенко. Знаете, в последнее время вот в средствах массовой информации это будет развиваться тезис от жизни, судьба ОДКБ зависит от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Говорил белорусский лидер Александр Лукашенко о том, почему Лукашенко, общаясь с лидерами ОДКБ, позволяет себе довольно недипломатичные заявления, и как он может использовать председательство ОДКБ в своих интересах, я спросил белорусского политолога Виталия Цыганкова. Можно сказать, что Лукашенко гораздо более успешно исполняет роль пресс-секретаря Путина, нежели его пресс-секретарь Песков, поскольку замечено то, что Путин не может, не желает или ему не с руки говорить слух, часто говорит Лукашенко. Все его последние заявления, они достаточно последовательные про то, что Украина должна пойти на переговоры. Он заявлял про это и в октябре в интервью ББС, и другие заявления о том, что нужны переговоры, нужно заканчивать войну, при том, конечно, переговоры имеются в виду на российских условиях, на что Украина не готова пойти. Другие страхи Лукашенко, которые отображаются в его заявлениях, это, конечно, страх о поражении России в той или иной степени, и он совершенно справедливо замечает, что в случае поражения России все мы обвалимся, имея в виду страны ДКБ, но прежде всего, конечно, говорит о Беларуси, о своей власти, которая действительно на сегодня держится исключительно за счет России. Он понимает, что нет никакой лояльности ни среди народа, ни среди белорусских элит, и только поддержка России, материальная, психологическая, политическая, она держит его во власти. Ну и тем самым он пугает других членов ДКБ, и тем самым говорит тоже очевидную истину, что пока Россия себя что-то представляет, пока она в военном политическом смысле сильна, то и существует это ДКБ. Я бы назвал это ДКБ таким объединением, где остались все те, кто не успел отбежать, кто не успел убежать из-под влияния в России, и теперь они, конечно, не сильно рады своему нахождению в этой структуре, потому что практических выгод совершенно нет ни для Армении, ни для Казахстана, особенно ни для кого. И просто это является таким остатком постсоветского мира, которым, конечно же, при ослаблении России любые эти страны ДКБ с удовольствием оттуда убегут, и это опять-таки то, что произносит Лукашенко, повторяя свои глубинные страхи. Выступление Александра Лукашенко на недавнем саммите организации договора о коллективной безопасности в Ереване комментировал белорусский политолог Виталий Цыганков. Португалец Криштиану Роналду стал вчера первым в истории футболистом, забивавшим голы аж на пяти чемпионатах мира по футболу. Сборная Португалии обыграла вчера на проходящем в Катаре чемпионате мира в упорном матче команду Ганны со счетом 3-2 Роналду забил гол с пенальти. Но группу пожилых женщин из так называемой Луганской Народной Республики больше беспокоит тот факт, что разорвав контракт со своим клубом Манчестер Юнайтед Криштиану остался без работы. Они позвали его приехать в ЛНР, но признавая несомненный талант Роналду сказали, что российский паспорт он сможет получить только если будет хорошо играть. Непонятно ты наш кумир хотим сказать сейчас у тебя неприятность или я не знаю у кого неприятность раз ты разорвал контракт со своим клубом. Так что не расстраивайся дорогой мы тебя приглашаем к себе. Криштиана Рональдов приезжай к нам в Луганскую Народную Республику покажешь хорошие результаты возможно получишь паспорт получишь гражданство России приезжай мы тебя очень ждем. Это было выступление группы бабушек из так называемой ЛНР соблазнительное конечно предложение хотя опять же за какой клуб Криштиану предлагают играть непонятно да и с российским паспортом выданным на аннексированных территориях могут возникнуть проблемы с путешествиями по миру. Роналду надо все-таки хорошо подумать. Кстати знаменитый россиянин французского происхождения Жерар Депардье пару недель назад закрыл окончательно свой продюсерский центр в Москве и в России больше не появляется. Прописан Депардье как известно в Саранске. Роналду там 4 года назад бывал и общее представление о городе имеет. Вы слушаете время свободы и американцы отметили вчера свой традиционный праздник День Благодарения. Набор продуктов для стола в День Благодарения за последний год существенно подорожал. Ну а сегодня в Америке Черная Пятница начало сезона рождественских распродаж. Репортаж корреспондента Голоса Америки Лилии Анисимовой. По данным аналитической компании статиста в этом году в среднем ужин в честь Дня Благодарения на 10 человек обойдется в 64 доллара. Это самая высокая цена за последние 22 года. На традиционном столе у американцев индейка, сладкий картофель, булочки с маслом, горох, клюквенный соус, овощи и непременно тыквенный пирог со взбитыми сливками. Инфляция увеличила стоимость всех продуктов. Так, индейка подорожала в среднем на 24%. Приготовление пюре обойдется на 20% дороже, чем в прошлом году, а клюквенный соус вырос в цене на 18%. Ритейлеры Aldi и Walmart решили поддержать американские семьи в период инфляции и в этом году специально ко Дню Благодарения снизили цены на основные товары. В течение всего ноября популярные во время праздников продукты продавались по ценам 2019 года. То есть скидки на них доходили до 30%. Взаимосвязь праздников и экономикев использовал президент Франклин Делану Рузвельт. Именно на ее восстановление была направлена серия его реформ нового курса. В 1939 году он перенес День Благодарения на 2-й четверг ноября, чтобы продлиться и зону распродаж. Два года после этого в Америке разные штаты отмечали праздник в разные дни, так как не все поддержали инициативу главы Белого дома. Первый День Благодарения в США отметили в 1621 году во время трехдневного праздника урожая. И тогда, конечно, в меню у пилигримов индейки не было. Ну а сейчас ни одно застолье во время Дня Благодарения не обойдется без индейки. Но вот цена на такую птичку примерно 50 долларов, это 3000 рублей. Традиционно Днем Благодарения открывается рождественский сезон, а это значит, что в ближайший месяц американцы будут готовиться к главному празднику года, покупать подарки в Черную Пятницу и запасаться продуктами уже к рождественскому ужину. О Дне Благодарения и Черной Пятницы в Соединенных Штатах рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Лилия Анисимова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» к вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.